зоопарк смотрите из интересного вот это вот за моей спиной во-первых парковка во вторых это станция метро и железнодорожный вокзал на чем бы вы не поехали вот вы выходите и буквально метров 50 вход но это не самый красивый вход самый красивый вход вход там где китайская арка там где это сделано круто он с обратной стороны для тех кто приходит из города для вас будет вход не очень прикольно но какая разница что это меняет на пятерых ход обошелся в 65 евро я не знаю зависит от сезона линии сезона но точно зависит от того как выбрали билеты мы например взяли билеты онлайн видимо за счет этого они немножко будут дешевле здесь заходите здесь практически один дяденька это он делает вид чтобы особо вам не мешать но все просто комфортность телефона тип сканировал и прошел как красиво 22 век привет такие слоники смотрите что цивилизованные что культурно здесь то что вы можете просто их наблюдать чуть ли не в открытой среде если вот мы по таким углом смотрим довольно комфортно рядышком здесь стенд с горными баранами и выглядит это ровно то чем так же там максимально приближено к живой природе я не вижу здесь никаких заборов ограждений ничего либо еще посмотрите все это делают цивилизованные электропастухи и всевозможные системы никаких забора никакого клеток ничего в основном во всех европейских зоопарков так оно и будет ты заходишь зоопарк как налона живой природы и ты не видишь здесь как в постсовке этих бетонных ограждений клеток и прочего дерьма смотри вот это козлики если твой взгляд где-то здесь увидит что-то что напоминает забор нет тут есть всякие хитроумные системы к с которыми козлы справиться не могут а люди наслаждаются делать пейзажные фотографии все что угодно посмотри как слоны и выглядит лишь каких-то забор ограждений еще чего-то это радует я скорее поверю что эти животные не мучаются в клетках как нам рассказывают они наслаждаются природы и наслаждаемся во первых изысками как я считаю архитектуры из такой немецкий интересный стиль потенци то вы так как будто вы животные здесь действительно просто гуляют по лесу то есть видите никаких клеток нету а вся умная система она выглядит вот таким образом что вы здесь есть такой ров через который эти животные не решаются перепрыгнуть в силу своих физиологических возможностей и если эти животные дополнительно агрессивны еще ставится электропастук все больше ничего нет ребята ну надо добавить что берлинский зоопарк один из самых древнейших в европе была основа 1844 году сегодня это самый крупный зоопарк германии если мы берем в рамках германии здесь обитает около внимание 20 тысяч зверей и птиц рептилий насекомых рыб всего же в зоопарке около 1500 видов нормально да я бы очень рекомендовал бы почитать историю создания зоопарка просто шикарно чего ребят здесь только не происходило как-то здесь по моему в тридцатые годы была такая фишка что в зоопарк например привозили из африки животных и туда же сажали с ними людей то есть например из кении привезли там слонов условно говорю и туда же затащили кенийских дикарей и люди ходили смотреть на будет то есть было интересно понаблюдать как вот например кенийцы кормят слона при живой природе представляете были какие-то про киитов я разумеется условно говорил но такие факты не существует это на самом деле было в 1918 году это был не просто зоопарк это был такой культурно-развлекательный центр то есть здесь был самый большой ресторан в городе люди на выходные приходили сюда кушать развлекаться и это действительно было происходили там концерты всевозможные мероприятия но после бомбардировок во время войны кстати это можно видеть следы бомбардировок и по сей день видны в берлине это место не было восстановлено в таком состоянии в каком она была изначально запланирована интересный факт что раньше когда маленькие дети терялись у них же не было громкоговорители тогда выходил гарниз и просто играл ну как на трубе как солдат раньше на бой звали гордон играл и все понимали что там где звучит гордон там стоит потерявшийся ребенок зоопарку также очень сильно досталось во время второй мировой войны то есть он был фактически под бомбардировками вроде как его кто только не бомбил но основные бомбы падали конечно с английской стороны как утверждает источник и с 3000 с лишними животными выжило только девяносто одно животное и вот оттуда фактически пошло возрождение и отдельный памятник конечно тем работникам которые не бросали зоопарк который вот бомбежками кормили спасали и ухаживали валеры были разгромлены вот потому что зенитные установки стоявшие на территории зоопарка периодически бомбили и животные разбегались по городу и потом всем городом собирали где обезьяны на вскидку туда метров я не знаю 100 150 вот в длину и в каждом из таких окон находится валер с уникальными обезьянами движемся дальше там приматы возрослее они по возрасту делятся сейчас заходим вот за угол буквально и смотрим длину там тоже примерно метров 100 если вы думаете это все нет мы опять поворачиваем за угол и там еще метров 100 если вы думаете что это все нет теперь смотрим дальше смотреть как интересно организовано это все знаете от вольера примерно вот здесь метра два стоят дети маленькие а всем остальным детям чтобы удобнее бить и подъем то есть человек который стоит здесь человек который стоит здесь который человек стоит здесь они не мешают случае скученности смотреть на приматацию видите это да вот дьяволом мелочах насколько для людей комфортно это все придумано насколько это удобно это браво берлинскому зоопарку пути водителя мы читали что примерно хватает три часа на посещение зоопарка ребят мы не зашли его водную часть не посмотрели акул и мы день потратили опять же на смотри какие у вас дети какого-то маленькие дети которые надо покушать медленности перемещаться у нас ушел день появилось желание еще раз сюда вернуться так как мы не осмотрели все и все нам доставляло абсолютное удовольствие получили такой комфорт мы не ожидали от берлина этих эмоций тем более не ожидали от этого зоопарка высоких эмоций но мы ошиблись мы рекомендуем это то место которое однозначно хочется вернуться но может быть есть смысл добавить что зоопарк непосредственно связан с историей города и как вот если военные стоит на историю собрать зоопарком правда есть непроверенные истории о том что иногда диких животных здесь кормили человеческим мясом потому что мясо не было собирали трупы после бомбежек и также мясо которое было из концлагерей это как бы на уровне слух достоверных фактов я не нашел на ней были не знаю а вот сам зоопарк начал восстанавливаться опять же я не историк я из тех источников которые нашел где-то пятьдесят шестом году его начали интенсивно восстанавливать и он попадает опять же в цикл холодной войны когда уже берлинская стена возведена фактически и когда уже на два лагеря поделили один город на социалистический и капиталистический зоопарк опять же становится таким объектом соответственно есть зоопарк капиталистической части зоопарк социалистической части у них начинаются соревнования и в этот зоопарк кеннеди приводит орлана но орлан этот орел который символ америки вот и его приводят сюда и разумеется местные советы с сузну шутер что к сожалению символ америки может питаться только дохлыми крысами потому что не хватает здоровья парить или так опять же надо было показывать что социалистическая система она круче чем капиталистическая и в то время люди жили по талонам до 50-е годы то есть но не было продуктов питания но на зоопарке не экономили и люди приходили как же единственное освещение в это за раньше это было распространено во всех европейских городах там где превалировала гандейская архитектура стояла подобная стела показывающая мощь и милосердие этой страны все очень просто здесь бесплатная вода с обратной стороны рычаг ты его сам качаешь гидравлический и приводишь к тому что набираешь бутылочку воды сейчас это особенно актуально мы сейчас вот путешествуем по германии столкнулись с тем что очень часто бутылка воды стоит два с половиной три с половиной евро мы многодетная семья у нас пятеро бутылок в сутки хотя бы 5 иногда уходит больше это значит стоимость питьевой воды от 10 евро и выше но если ты уже бывалый путешественник и многодетная семья ты вынуждена экономишь на этом и поэтому у нас у каждого есть питьевая бутылочка купленные в аэропорту и гуляя по европейским таким культурным столицам мы наливаем себе водички и пьем вот эту воду это очень интересно во первых видите архитектурно это увлекательно во вторых это забавляет детей а в третьих хотелось бы вкус этого города чувствовать в этой воде находимся по-прежнему в берлинском зоопарке обратите внимание отель и одна стена отеля выходит ровно на запах следующий раз когда мы будем планируют путешествие в берлин а вы если планируете рассмотрите вариант отеля в котором номера выходит ровно в зоопарк а для того чтобы когда погуляли по зоопарку я вам скажу мы знали на что мы идем и мы отвели целый день на посещение зоопарка неспешной походкой если здесь еще немного найдем футбол попитаться здесь уходит ровный день ровный день уходит и знаешь какой особенности для себя подчеркнул берлинском зоопарке миллион людей здесь никто не пытается покормить животных никто не пытается покормить животных животные которые десятилетиями здесь уже живут они не пытаются просить у человека пищу это максимально похоже на естественную комфортную среду обычно у меня тоже есть такая практика кинуть вышивать мартышки эта мартышка скорее всего не возьмет несмотря на то что она мартышка и ни одна мартышка не попыталась здесь покормить животные вот я это заметил для меня это очень странно и опять же грамотно сформировано не может он перепрыгнуть два метра высоту в глубину два метра воды но и клетка здесь ребят не нужно спокойненько себе царь зверей вот таких комфортных условиях отдыхает похоже это на максимальную среду в которой вы никто не мешает у нее даже вход и заметили в дверь не видя здание двери а виде пещеры ну согласитесь это максимально комфортно это не травмирует животных более того низкочастотный шумоотделительный барьер из такого количества цветов еще раз говорю здесь нету животных среди посетителей я их не заметил и здесь нету животных клетки есть просто горожане которые живут по эту сторону ограждение зелени есть жители которые живут по ту сторону граждение зелени абсолютно комфортно никому друг другу не мешает я здесь гуляю во-первых углы здесь выверены таким образом что будь ты ребенок будь ты взрослый ты не создаешь толпу не создаешь ощущение толпы я не вижу папа подними меня на руки здесь никто никого не поднимает на руки понимаешь этому зоопарку мега комфортному 175 лет 175 лет люди с утра до вечера думают о том чтобы здесь не создавать клетки хоть для опасных животных хоть не для опасных а создавать уют и комфорт и для посетителей и для животных кайфовая штука вот обратно смотрите уровень ограждения соответствует уровню лавочки то есть ты сидишь за лавочкой у тебя как будто бы свободная зона но тем не менее там находится живу я бы я в шоке но плюс добавляет еще ему все то что в моей стране сейчас минус 18 здесь плюс 15 это зима сейчас мы идем зимой дополнительно кайфово и чем интересны путешествия зимой и дешевый может пару слов о том что зоопарк вновь засиял пятьдесят пятом году и поскольку была холодная война то на капиталистической стороне зоопарка дружки в пятьдесят шестом союзники как бы начали мериться подробностями чей зоопарк был круче или социалистический тщательно смотрели за всеми животными то есть если медвежонок умирал в какой-то части надо было это обязательно скрыть потому что понимаете в советском например союзе все животные заучаствовали а в капиталистическом нет поэтому вышкаленный зоопарков вычищены это было как противостояние фактически весь советский союз ставку силы на эту точку противостояния и этот зоопарк должен быть лучшим между детьми или они опять же говорю про те источникам которые я легко нахожу в интернете как там было на самом деле черт его знает и состоянии между ними примерно метров пять-шесть никакого разумеется собора ограждения ты не видишь и можно наслаждаться действительно кошечками на что я намекаю клеток то нету как советском союзе почему тогда если во всех остальных союзных зоопарках были эти страшные клетки железные то здесь их нету вот это река детьми и разумеется техника вся техника здесь это электромобили электромобиль это экологическая точка если вы не в курсе что в германии специальные экологические зоны то есть вот у нас здесь не будет двигатель внутреннего сгорания если ты на таком двигателе к нам заезжаешь в эту зону то будь добр заплати заплатил за ущерб экологии может быть хоть это тебя заставит не наносить урон экологии да и не пересаживаться на электромобили не слушать твои рассказы о том что это невыгодно и так далее поэтому вот здесь воздух настолько чисто это центр города что его можно есть хоть чайной ложкой в разумных пределах и соответственно техника и сам метод сам персонал обслуживающий соответствует духу а вот это вот мостик где зоопарк а рядушка мостик сметь как близко это уже просто город и здесь те которые заплатили в золо сад и гуляют а здесь и которые просто гуляют и наблюдают за забором другими словами турист должен заплатить за этот зоопарк для того чтобы развивать нужны средства для развития такого интересного зоопарка а горожане которые живут здесь какой смысл вам платить они могут просто прогуливаться и смотреть на большую часть этих животных со стороны города всем комфортно в любом случае в каждом шаге я вижу комфорт продуманность легкость действительно отдых сюда приезжаете на целый день и больше не планируете никаких мы планируем зоопарк и еще и еще и еще и если брать мой личный рейтинг это может быть гельгийские зоопарки парадиши на второе место я бы поставил на берлинский зоопарк и вот такие тематические вещи но это практически в любом из зоопарки когда идет период кормления и когда вы можете участвовать кормление но не в этом случае конечно здесь небольшое представление котиков это очень прикольно потому что разнообразие вы можете посмотреть представление а вы можете что-то покормить вы можете зайти в фуд-зону покушать вы можете продолжить дальше будь вы можете пообщаться лично с животными например там где домашние не домашние а сельскохозяйственные животные которые живут в христианских хозяйств большое разнообразие локаций легкость перехода радует что нету никаких клеток нету металла тяжелого железа все максимально приближенные средства здесь можно просто они они не кормят животных да вот но ты можешь погладить находиться в сантиметре от пингвинчика понимаете и сейчас как бы зима они не особо активный но представьте себе вы стоите вы можете пингвина прям в живой среде если вы ребенок для вас это ну на такое удовольствие он к вам подплывает его можешь погладить но дисциплина поражает нету людей которые пытаются покормить животных нет людей которые пытаются поорать покричать привлечь к себе внимание подергать занос вот этой дикости я не увидел здесь это понимаете что здесь там сколько-то тысяч человек и ты видишь что даже среди них русскоязычные ну примерно там каждая десятая пара то есть это те же самые русские вот как я который себя в другой среде в другой стране ведут немножко не так цивилизованно скажем не так высоко культурно как вот здесь германия это бросается в глаза реально бросается поэтому вот для нас скажем так поход в этот зоопарк он очень многие вопросы закрыл то есть мы познакомились с историей города через зоопарк с военным периодом города через зоопарк у детей возникло очень много вопросов а наша цель какая мы детей возим по всем европейским столицам для того чтобы не прочувствовать что такое европа чтобы они поняли что такое культура другая культура других людей мэнти и вот они с этим багажом знаний потом поедут свою страну и когда кто-то включить телевизор с какой-то пропагандой скажет нет я это прочувствовал это на самом деле не так как бы мне рассказы поэтому главная цель вот этих наших снимальных путешествий когда мы меняем столицы как перчатки а мы благодетная семья и в настолько низкобюджетные путешествия но мы были в париже мы были в брюхе мы были в амстердаме мы сейчас в берлине потом поедем в барселону задача чтобы дети поняли разность европы чтобы они поняли качество европы чтобы они поняли разные подходы и она в мелочах она в мелочах и вот зоопарк он в нашем случае было бы тем скажем так материально техническим пособием для ты можешь все это прочувствовать все это посмотреть находиться в столбе этих разношелся людей в данном случае немцы коммуницировать с ними и пытаться быть частью этого общества как мне показалось не оценить вклад и очередной раз я вижу смысл путешествие потому что это инвестиция в психологическое здоровье своих детей дети у тебя совершенно другие оттуда возвращаются более спокойные более продвинутые они становятся более цивилизованные поэтому я очень советую либо присоединяться к нам либо делать соответственно такие же путешествия еще раз скажу если мы зайдем например бегемотом что в вашей стране да это был бы отдельный зоопарк в котором были только бегемоты если мы зайдем к носорогам то в вашей стране это был бы отдельный зоопарк только с носорогами во первых количество необычайное масштаб в которых они живут с воли верным и комфортным и опять же видите идет образование идет элемент шоу и ты можешь сначала посмотреть на бегемотика в комфорте потом услышать информацию ну конечно потом посмотреть ваш взаимодействие пофотографироваться у тебя есть полный объем который фактически закрывает все твои не только базовые потребности но а то даже о чем мы его мечтали я не знаю у нас мечтой ребенок 6 лет, ребенок 60 лет удовольствие получили все максимально высокие уходить не хотелось зоопарк закрывался, они были последними хотя я еще раз повторюсь, флангок у нас был опять на сегодняшний зоопарк еще в школе я не знаю, кем мы так взаимодействуем но в этом зоопарке это просто единственное еще, если ребенок маленький, он будет перегружен эмоциями, тоже должно принимать у него вот такое ощущение полностью зоопарка, это будет много ребенок до 7 лет, он устанет от эмоций потому что его мозг привык увидеть слона и расторгаться а тут он увидит слонов, бегемот, расторогов и в таком конючке, просто просто скажу сразу, что сфотографироваться получилось с каждым из них насладиться вот так близко, чуть ли не в сантиметре от животного, не в клетке ну это прикольная область посмотрите, какая прелесть он максимально живет в комфортных условиях ну, насколько возможно, конечно, на крайнейшем сафа иначе из этой мелкой сетки очень неудобно но я вам скажу так это рай для орнитологов здесь собраны все птицы и они собраны по материкам то есть, вот в той части все африканские птицы причем те редкие, которые ну, я здесь их увидел впервые до этого, ничего подобного раньше не встречал здесь у нас Австралия В этом зале все австралийские виды и так все материки тут просто, понимаешь одного в этом зоопарке например, птицы в твоей стране было бы как отдельный зоопарк там одно, например, обезьяны в твоей стране было бы как отдельный зоопарк Здесь всего настолько много, что я слышал, что на посещение этого зоопарка уходит у кого три часа, а у кого четыре И, скажу честно, у нас было сегодня в Планах два музея и зоопарк. И закончится это тем, скорее всего, что будет только один зоопарк покушать, и спа, и дрыхнуть без задних ног. Это эмоционально столько впечатлений, что, жесть, культурный шок. Культурный шок. Вы планируете поход сюда, смотрите, если просто зайдите в один отдел птиц, это как в вашей стране, наверное, целый зоопарк с птицами. То есть, вот к птицам зашли, можно целый час только у птиц сидеть. Если вы реально хотите все рассмотреть, пощупать их, сводкать, потрогать, полюбоваться, посидеть, час. Если зайдете, например, к обезьянам, час. И вот так к разным группам, категориям. Поэтому в теории можно, если вы спортсмен, пробежать это за 2-3 часа. Но если вы с колясками, с детьми, с маленькими, ну, рассчитывайте день. Если хотите все пройти, у нас была цель все пройти, это целый день. Ноги уже, я не знаю, сколько мы прошли, тут 20 тысяч шагов больше. Хорошо, что здесь есть возможность покормить детей. И, в принципе, один день, и он такой яркий, эмоциональный, небестолковый и стоящее посещение. Напомню, что мы, по-моему, ну, до 60 евро отдали на семью. Примерно, наверное, евриков 20-30 дадим на питание. И вот такой он был сегодня наш день в зоопарке. Отдельный смысл, наверное, добавить архитектурные формы. Я, как строитель, я просто восторгался от архитектуры, от того, как это технически исполнено. Мне, как технарю, как строителю, это было прям, прям фетич. Ну, говорю, каждый для себя здесь что-то нашел. Восторг, 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 эмоции. Я прям готов нахваливать этот зоопарк. Напомню, что бельгийский номер один парадиш в моем топе, этот второй. На место третьего я пока не знаю, кого поставить. Мы продолжаем путешествовать по Европе, ребяточки. Поэтому подписывайтесь на наш каналчик, либо присоединяйтесь к нашим путешествиям. Надеюсь, это был максимально большой обзор. Мы это кто? Моя семья из пяти человек, самому маленькому из нас восемь лет. И мы думали, что мы зайдем в берлинский зоопарк примерно на два-три часа. Ну, потому что обычно на зоопарк больше не уходит время, хотя в путеводителях мы читали ему информацию. Так вот, в реале у нас ушло шесть часов. Мы тут на месте покушали, мы прошли все. Ноги просто, я не знаю, сколько тысяч шагов мы прошли. Мы просто офигевали от всего, что здесь есть. И продолжаем это делать. И вот мы, одни из последних посетителей, уходим. Если мы планировали еще в два-три места сегодня заскочить, то это нереально. Если у вас маленькие дети, это не ваша, ребят, история. Поэтому берлинский зоопарк нужно как отдельное путешествие на целый день. И поверьте мне, вы не пожалеете. А тут я включил фишку в лучший папа. И я могу похвастаться, что я был практически во всех развлекательных учреждениях для детей в Европе. Если мы возьмем зоопарки, то повторюсь еще раз. Первое, это, наверное, Парадайш в Брюсселе. Второе, это Берлинский. Это действительно очень шикарное место. Мною, на моей семье рекомендованное. Порядка 5-6 часов закладывайте, если вы с маленькими детьми и реально хотите пройти все. И в районах 60 евро у нас обошлось вне сезона. На сегодня это все. Мы продолжаем свое путешествие по Берлину. Пока.